Приветствую вас. То, что я увидел, да, это в вашем тексте, в вашем сообщении, это некое противоречивость. С одной стороны, уверенная в себе женщина, которая знает, чего она хочет, с другой стороны, это человек, который достаточно, как болезненно воспринимает какие-то свои действия и себя виниет. У меня сложилось ощущение, что вы боитесь, что мужчина от вас уйдет. У меня сложилось ощущение, что вы опасаетесь, что он может не вернуться и что, как бы, ну, все это может закончиться, разрушиться. Итак, в браке 15 лет, мне 35, ну и 42. Двое детей. Между нами достаточно хорошее отношение. Ну, что такое хорошее? Вопрос, да. Как вы познакомились, вы достаточно рано вышли замуж, соответственно, у этого тоже есть причина. Рано выход замуж, сейчас, как правило, бегство от чего-то. Я не скандальная жена, если что, я говорю, то по антиподел. А кто решает, по делу или нет? Ну, как бы, вот, кто решает? Вы? Ну, хорошо, а если я не согласен с вами? Мой супруг очень заботливый, очень заботливый и внимательный, всегда обеспечивал семью. Это здорово. А как насчет его желаний? Как насчет его потребностей? Как насчет чуткости, заботы о нем? Не той заботы, когда постирать одежду, приготовить поесть, в постели. Я не про эту, не про эту заботу. Такой вот, чистый эмоциональный. Дорогой, что тебе хочется? Дорогой, что тебя беспокоит? Дорогой, дорогой, все ли тебя, как бы, настраивает? Так, да? Мой суп. Вот вы с третьего предложения начинаете обрадоваться. Вы говорите, я не скандальная жена, если что-то говорю, говорю про него. Это оправдание. Оправдание нужно, когда я чувствую себя виноватым за что-то. Понимаете? А лучший способ перестать чувствовать себя виноватым, это извиниться. И нет, это не та история, где вы, простопрощение, не та история, где вы как-то вот унижаетесь, можно сказать. Нет. Это история, где вы извиняетесь перед человеком с достоинством. Я тоже работаю, никогда у него на шее не сидел. Ну, тут опять оправдание. Знаете, как бы, то, что вы работаете, это супер. А то, что вы говорите про то, что не сидели у него на шее, извините, это оправдание. Я к вам только вот вопрос такого вот плана. Вы чего извиняетесь-то? Ну, чего оправдываетесь? То есть, вот, понимаете как? Как будто бы вы не определились, вы, с одной стороны, вроде бы, самостоятельности хотите, независимости хотите, как мне кажется. А с другой стороны, вам хочется защиты, вам хочется надёжности, надёжности. Как бы и тот другой путь, это оба пути хорошие, угадывает своя цена, понимаете? Вот. То есть, когда вы хотите что-то сделать, то есть, вы сами становитесь больше, другой человек, естественно, становится меньше. Дальше, зарабатываю меньше него. Для чего вы это написали, какое это имеет значение? Подумать, все дела успеваю. Опять же, как будто вы оправдываетесь. Как будто пытаетесь показать, вот, я хорошая жена, смотрите. Всегда мы вместе. А вот это интересно. Знаете, людям сложно быть всегда вместе. Людям нужно, чтобы какие-то вещи были вместе. Это не очень хорошо. Но вот, как только конфликт, даже причины потом будем вспомнить, так у моего мужа странная реакция, он уходит из дома, живёт у родителей. Это бегство. Детская реакция. Детская реакция. Муж, как бы, боится конфликтов. Вот. Детская реакция. Ну, как бы, поступал так в семье, я в семье так поступаю тоже. Уходит, но не молчает, не разговаривает. Вот. А ваш предел, ваш вклад в конфликт какой? Вот вы говорите, причин потом не вспомнят. Если причин не вспомнят, значит, конфликт не в этом. Конфликт системный. Вот. Этот конфликт может быть связан как с определенным кризисом в вашей семье. Например, у детей. Этот конфликт может быть связан с некой системной проблемой, которую вы опытащите из прошлого. И этот конфликт может быть связан непосредственно с вашими отношениями. Это нужно разбираться. Если причину не вспомните, значит, конфликт имеет системный характер. Дальше. Почему эта реакция странная? Вы называете странную реакцию и как бы ее обесцениваете здесь. Я тоже могу дверь закрыть после таких уходов. Совершенно это. Чувствовать. Да? Ты мне, я тебе. Ну, как бы, отвечать на, ну, тем же самым, в психологическом смысле, на самое лучшее. Но вы здесь как будто бы, знаете, говорите, что вы терпли, вот я терплю, 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 потом хоп, я тоже могу. Понимаете? То есть чувствуется. Вот чувствуется, прямо таки чувствуется ваше внутреннее напряжение и скованность. Для своих лет, вам 35, ну, мне кажется, вы пишете, знаете, как, в довольно выставшем стиле. То есть по тексту, вы меня извините, но по тексту я бы дал вам больше, больше, если бы не знал, что вам 35. Вероятно, ваш психологический возраст больше 35. Вот. Это связано с тем, что вы по правилам живете. Вот, скорее всего. Контроль, правил, такая история. Могу ошибаться. Дальше. Так происходил не раз, он обижается, что я его, как собаку на улице, оставил ему идти некуда, хотя не театром ухода является он, а не я. Понимаете? Обвинение. Это он виноват, не я, я ни при чем. Но в конфликте участвуют оба. И вы вносите свой вклад в этот конфликт. В частности, конфликт для вас, возможность выйти за рамки привычных правил. Ну вот, например, как вы отдыхаете, как вы развлекаетесь. Вот, ну просто. Вы говорите, я работаю, по дому все успеваю, всегда вместе с ним. То есть смотрите, вы всегда вместе с ним, вы работаете по дому, в смысле вы работаете, вы успеваете все по дому, вы себе не принадлежите, а еще деде есть. Ну вы, вы себе вообще получается не принадлежите. Вот. Он живет у отца до тех пор, пока я не начинаю с ним разговор. Чувствую себя виноватой, хотя мне обидно, что меня могут вот так бросить из ерунды. Это не обида. Это страх. Вас могут бросить. Страх быть брошенным. В данном случае, как мне кажется. Знаете? Вот. С одной стороны. Может быть так. С другой стороны. За что вы себя чувствуете виноваты? За то, что где-то не признаете своей ответственности. Оправдывайте с тем, что ты так и я так. Но совесть вам говорит, что поступаете вы не так, как вам хочется. Чувство вины хорошая вещь. Если грамотно ее использовать. Понимаете, да? И вы игнорируете. В данном случае вы говорите, что мне обидно и что меня могут так просто бросить. Обратите внимание. Вам не сам конфликт. А то, что вас могут так бросить обидно. На причину конфликта плевать. Значит, вы как будто бы проверяете мужа, бросит он меня или нет. Такая может быть история. Дальше. Я ищу ему оправдание. Говорю с ним. Зачем? Знаете? Ищите оправдание, чтобы он вернулся. Чтобы не быть брошенным. Опять же. Прощаю. Ну, это тоже интересный момент. Простить нельзя. По желанию. Происходит. Несколько по другому. Когда были дети маленькие, это воспринималось очень болезненно. Жили в моей квартире. Каждый раз чуть ли не до развода доходило. Но все равно мирились. Опять же. Да. Здесь очень мало активности вашей. И вот. Здесь нет разграничения ответственности. Без вашего участия конфликтов бы не было. Знаете? Такое ощущение, что все время вы проверяете его. Мириться тоже интересная вещь. Можно хоть каждый день ругаться и каждый день мириться. Нужно выводы какие-то делать. Вы, кстати, по сумме выводов никаких не делали. Отношения стали лучше. Все старались решить вовремя и на взаимном уважении. Опять же. Кто и как. Кто вас везде. Мы. Давайте конкретно. Про вас. Недавно у нас произошел конфликт. Вот опять. У нас. Нет никаких нас. Есть я и ты. Так это работает. Нас нет. Я был очень уставший и спросил его о помощи. Как? Он не был занят делами и отказался помочь, когда мне надо было. Вы уверены, что он не был занят делами? То, что для вас не есть дела, не значит, что для человека дела нет. Это первое. Второе. Как вы простили о помощи? Третье. Третье. Как вы стали уставший? Уставший. Уставший бывает разный. Бывает приятный усталый, бывает нет. Если вы устали неприятно, это вопрос организации вашего труда. В том числе и психологического. Понимаете? Для вас усталость здесь может быть как оправдание для своей слабости и подтверждение того, что вам не помогли в трудную минуту, значит, вы не нужны. Понимаете? Он не был занят делами, отказался помочь. Я сказал, что раз не может отвезти меня, пусть продают машину, я найду того, кто мне поможет. Понимаете, да? Отпустили. Вот опустили. Сами подумайте, откуда такая реакция? Ведь дело-то обычно. Ну, не захотел помочь, не захотел. Он не должен. Понимаете? А вот такая реакция. Неспроста. Он сказал, что сам разберется, что мое, то, что под ногтями. Ну, это ответная реакция, понятно. Это ответная реакция. Я был в шоке, слышал всего такого. А он. Он не был в шоке услышать от вас вот такого. Понимаете, какая штука? Не случайно это вы так вот здесь ведете себя. А это связано с тем, повторюсь, что вы устаете, даете, даете слабину и обыгрываетесь. Он никогда не был мелочи, но тут такое. Какое? Ну, это обида ему. Обидно слышать то, что вы ему сказали. Он-то ведь просто не захотел вам помогать, а вы ему сразу такое. Что значит, найду того, кто мне поможет. Это же, по сути, про измену. Речь идет. Речь идет. Ну, может быть и не про нее, но по самолюбию мужчина бьет очень сильно. Дальше, значит, меня это разозлило. Иными словами, вы позволили себе отдаться чувствам. Обычно вы зажимаете. Я забрала ключи от машины и ушла по делам. А именно, сбежали. Точно так же, как он. Нет, вы, у вас есть повод, дела. Но по факту, это приоритеты. Дальше, когда я вернулся, он был раздражен и с криками подавая на развод, ушел из дома. Он чего вы ждали? Причем обратить внимание, это такая демонстративная позиция. Если бы хотел идти, ушел бы без вас. Но он дождался вас. Отомстил. Вот. Здесь нет правых и виноватых. Здесь страдают все. Обратно я его не впустил. Почему? Теперь вы мстите. Закрыл дверный замок и легла спать. Он ушел к родителям. Наверно. Утром написал ему смс, что мне от него ничего не надо, не стоит под мою ногу заглядывать, что все к нему вернется. Ну, какая-то угроза. Уже угроза какая-то. Знаете, то есть смесь продолжается. После этого я перестал с ним общаться. Игнорированный. Такое же место. Он интересовался, подавал я на развод. Ну, в общем, ушли вы в взаимное место. Я не ответил, не хочу ввязываться. Детям жаловаться, что ему жить негде. Если дети взрослые, у вас может быть один из семейных кризисов. Вот. Когда детей выросли, лежите особо не ради чего больше. Когда сын сказал ему живей дома, он спросил всех хлылия. Просредитель говорит, ерунда какая-то. Почему ерунда? Человеку важен. Человеку обидно. Человеку болит. Почему ерунда? Я никуда съезжать не собираюсь, живем в совместной нажатой квартире. И что? Занимаясь своими делами, мешает открытый конфликт между нами. Как? Как конкретно вам мешает? Не знаю, что с этим делать. Ну, наверное, начать, начать, начать разбираться в себе. Вот. Чтобы было, что могло сказать. Чтобы вы не извинялись просто и не оправдывали его, а рассказали бы ему о себе. Рассказали бы ему о вашей жизни психологически, о своем внутреннем мире. Ну вот. Я его не уважаю за его слова. Хотя опять бы не у себя, что дверь не открыло. Вот понимаете, каждый раз, когда вы говорите, я не уважаю его, то есть как будто бы проявляется ваша ценностность. Тут же вина. Знаете? У вас всегда, всегда так. Или только в этом случае. Знаете, какая штука? Ну они открыли дверь. Вы были злые. Извините. Извините, что не открыл теперь дверь. И все. В чем проблема? Ну вам кажется, что если вы извините свои, как бы, простите ему эти слова. Нет. Это разные вещи. Заблуждения. Думаю, раз ему так важные бумажки оформить, пусть торопится. Видите? Опять. Такая позиция. Ну ты копашись. Ты копашись, копашись. Зачем? Меня интересуется, подавали я. Привлекает внимание. Пусть номер адвоката, раз сам не может. Опять родительская позиция. Пренебрежение. Так продолжается четверть третью неделю, общается только с детьми. Мне не пишут, больше не звонят. Я ему тоже, что с этим делать не знаю. А чего хотите, делайте. Ну то есть не знаете, да, а чего хотите. Помириться, гармонизировать отношения, развестись, чего хотите. Не хочу заново поднимать эту тему и слушать гадостью свой адрес. А у него, ну, развод и мы что делить. Ну сейчас, впервом, на момент вам нужно, вам не обязательно слушать гадостью, вам можно предложить ему вместе к психологу обратиться. Вот. И, может быть, вы первая. Дальше будет видно. Вот. Такая вот история получилась, по большому счету, довольно печальная. Вот. Как мне кажется, человек вы довольно волевой, вот. вы довольно часто себя сдерживает. Но проявляется, как бы, цена за эту волю. Она пока. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Уже expressed homicide Haupts ketibi. Всего доброго! Продолжение следует...